Девочка Катя ждёт маму после уроков возле школы. Но вместо мамы внезапно появляется незнакомка, которая якобы хочет помочь. Здравствуй, Катя. Здравствуйте. Катя, мама попросила тебя забрать из школы, потому что она заболела. Заболела? Такова легенда одного из роликов, снятых сотрудниками УВД города Вологды, чтобы ещё раз напомнить о самых опасных для детей и ситуациях. Актёрами выступили воспитанники детского музыкального театра Центра образования номер 23 «Созвучие», а также педагоги этого образовательного учреждения. Наши дети меня сразу подхватили, потому что всё-таки они уже осведомлены были своими родителями, что как себя вести, если подходит незнакомый человек, если он предлагает тебе уйти с кем-то, значит, куда-то домой. Они мне всё уже рассказали, поэтому несложно было их вовлечь в эту историю. Ученица третьего класса Милана Цивилёва сыграла ту самую школьницу Катю. Правила общения с незнакомцами девочка хорошо знает. Что если они приглашают тебя куда-то, что надо всегда отказываться, надо, чтобы все другие люди это видели. Преступники не всегда ходят в чёрном плаще и с бородой. Внешне они могут быть очень милы. Довести до беды могут даже очень приветливые женщины. Как раз об этом история девятилетней Сони Жаворонковой, погибшей от рук Ульяны Ланской, в которой девочка не смогла разглядеть чудовище. В ролике УВД преступница тоже женщина, которая даже знает имя потенциальной жертвы. То есть она следила уже, наблюдала за детьми, ходила некоторое время у школы, наблюдала, знала уже, как зовут ребёнка. То есть подготовительная работа, вероятно, была. К счастью для родителей, ребёнка увезти не удалось. Девочка была уже подготовлена. Она знала, как обращаться с незнакомыми людьми и побежала за помощью. Всего полицейские поставили шесть сюжетных ситуаций, которые ещё раз рассказывают детям о главном. Не нужно гулять по стройкам и другим опасным местам. Нельзя реагировать на предложения незнакомцев посмотреть котят. Нужно громко кричать, если кто-то пытается увезти с улицы. Помогите! Не стоит отвечать на сообщения от подозрительных людей в соцсетях. И, конечно, ни в коем случае нельзя открывать дверь чужим людям, когда ты дома один. По статистике УВД в этом году количество преступлений против несовершеннолетних выросло на треть. Рост произошёл за счёт преступлений. Это невыплата алиментов. Статья 157. Однако наблюдается и рост таких преступлений, как половая неприкосновенность. То есть эти преступления в этом году совершены в отношении несовершеннолетних посредством сети интернет. И вот в одном ролике девочка показывает, как нужно правильно поступать в той ситуации, когда пишут незнакомые люди в соцсетях. Роль этой девочки исполнила четвероклассница Анжелика Корёгина. Ситуация оказалась для неё не новой. Мне писали какие-то чужие просто люди, давай познакомимся. Я просто не отвечала и блокировала контакт. А скажи, тебя кто-то этому учил или ты сама знаешь? Сама знаю, потому что были такие ситуации очень много раз. И я не хочу, чтобы я попала в такую именно ситуацию. Все шесть сюжетов объединят в один ролик, который направят в Управление образования города Волгды. Руководство образовательных учреждений разместит его на сайтах школ и в соцсетях. А также планируется показывать ролики детям во время уроков. Екатерина Шабалова, Михаил Протасов, Волг ДРФ.